Яков Исидорович Перельман. Занимательная геометрия. Килевая волна. Вернемся к реке. Стоя на мосту, обратите внимание на след, оставляемый быстро идущим судном. Вы увидите, как от носовой части расходятся под углом два водяных гребня. Откуда они берутся и почему угол между ними тем острее, чем быстрее идет судно? Чтобы уяснить себе причину возникновения этих гребней, обратимся еще раз к расходящимся кругам, возникающим на поверхности воды от брошенных в нее камушков. Бросая в воду камушек за камешком, через определенные промежутки времени на поверхности воды можно увидеть круги разных размеров. Чем позже брошен камушек, тем меньше вызванный им круг. Если при этом бросать камушки вдоль прямой линии, то образующиеся круги в своей совокупности порождают подобие волны у носа корабля. Чем камешки мельче и чем чаще их бросают, тем сходство заметнее. Погрузив в воду палку и ведя ею по поверхности воды, вы как бы заменяете прерывистое падение камешков непрерывным и тогда вы видите как раз такую волну, какая возникает у носа корабля. В такой наглядной картине остается прибавить немного, чтобы довести ее до полной отчетливости. Обрезаясь в воду, нос корабля каждое мгновение порождает такую же круговую волну, как и брошенный камень. Круг расширяется во все стороны, но тем временем судно успевает продвинуться вперед и породить вторую круговую волну, за которой тотчас же следует третья и так далее. Прерывистое образование кругов, вызванное камешками, заменяется непрерывным их возникновением, отчего и получается картина, представленная на рисунке. Встречаясь между собою, гребни соседних волн разбивают друг друга, остаются нетронутыми только те два небольших участка полной окружности, которые находятся на их наружных частях. Эти наружные участки, сливаясь, образуют два сплошных гребня, имеющих положение внешних касательных ко всем круговым волнам, как на рисунке. Таково происхождение тех водяных гребней, которые видны позади судна, позади всякого вообще тела, движущегося с достаточной быстротой по поверхности воды. Отсюда прямо следует, что явление это возможно только тогда, когда тело движется быстрее, чем бегут водяные волны. Если вы проведете палкой по воде медленно, то не увидите гребней. Круговые волны расположатся одна внутри другой и общих касательно провести к ним будет нельзя. Расходящиеся гребни можно наблюдать и в том случае, когда тело стоит на месте, а вода протекает мимо него. Если течение реки достаточно быстро, то подобные гребни образуются в воде, обтекающие мостовые устои. Форма волн получается здесь даже более отчетливая, чем, например, от парохода, так как правильность их не нарушается работой винта. Выяснив геометрическую сторону дела, попробуем разрешить такую задачу. От чего зависит величина угла обеими ветвями килевой волны парохода? Проведем из центра круговых волн на рисунке справа радиусы к соответствующим участкам прямолинейного гребня, то есть к точкам общей касательной. Легко сообразить, что О1Б есть путь, пройденный за некоторое время носовой частью корабля, а О1А1 – расстояние, на которое за то же время распространится волнение. Отношение О1А1 к О1Б есть синус угла О1БА1. В то же время есть отношение скоростей волнения и корабля. Значит, угол В между гребнями килевой волны не что иное, как удвоенный угол, синус которого равен отношению скорости бега круговых волн в скорости судна. Скорость распространения круговых волн в воде приблизительно одинаково для всех судов, поэтому угол расхождения ветвей килевой волны зависит главным образом от скорости корабля. Синус половины угла обычно пропорционален этой скорости. И наоборот, по величине угла можно судить о том, во сколько раз скорость парохода больше скорости волны. Если, например, угол между ветвями килевой волны 30 градусов, как у большинства морских грузопассажирских судов, то синус его половины, синус 15 градусов, равен 0,26. Это значит, что скорость парохода больше скорости бега круговых волн в одну 0,26, то есть примерно в 4 раза. Рассмотрим индусскую задачу о лотосе. У древних индусов был обычай задачи и правила предлагать в стихах. Вот одна из таких задач. Над озером тихим с полфута размером выселся лотоса цвет. Он рос одиноко, и ветер порывом отнес его в сторону. Нет воли цветка над водой. Нашел же рыбак его ранней весной в двух футах от места, где рос. Итак, предложу я вопрос. Как озеро вода здесь глубока? Перевод Лебедева. Решение. Обозначим искомую глубину CD пруда через х. Тогда по теореме Пифагора мы имеем ВД квадрат минус х квадрат равняется ВС в квадрате. То есть х квадрат это будет х плюс 1 вторая в квадрате минус 2 квадрате. Откуда мы можем найти х? И искомая глубина получается 3,3 фута. Близ берега реки и неглубокого пруда вы можете отыскать водяное растение, которое доставит вам реальный материал для подобной задачи. Без всяких приспособлений, не замочив даже рук, определить глубину водоема в этом месте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин